Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, хотя не совсем как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Почему не как обычно? Потому что наша глава открывает новую, пятую, последнюю книгу Торы, книгу Дворим, как и называется наша глава, слова, слова, которые говорит Муше свой длинный монолог протяженностью в 37 дней, в последние 37 дней своей жизни. Но такое впечатление, что предыдущая глава, где мы перечисляли 42 переезда и кучу всяких географических названий, до сих пор не закончилась, потому что начинает Муше свой монолог с подробного указания, где он говорит эти слова, посмотришь направо то, налево то, четко указывает место расположения. Ну, в общем-то, ничего удивительного нету. Величайшие речи, великих лидеров, они часто носят даже название вместо того, где они были произнесены. Ну, как, например, речь Линкольна, его гетцбургское обращение. Ну, если речь Линкольна действительно изменила ход новейшей истории, то последний длиннющий монолог Муше Рабейну изменяет историю всего человечества. Но указывая это географическое расположение, Муше Рабейну, да, дает нам много деталей, но при этом упоминает одно место, которое, извините, пожалуйста, наши мудрецы следят за всеми ходами, говорит, этого места нигде раньше не упоминалось, и никто не знает, что это за место. Место называется Дзагав. Да, мы можем проверить все наши переходы в прошлой главе, там в списке его нету. И действительно, такого места не существует, потому что переводится оно как от слова Дай Загав на иврите «хватит достаточно золота». О чем идет речь? Очень просто. Еврейский народ выходит из Египта, и когда мы выходим из Египта, мы забираем, выносим из Египта все, что угодно, включая вообще весь Кавказский хребет, сами египтяне говорят, вот берите уже все, что хотите, только уходите. И вынесли мы с собой так много, к сожалению, не сразу направили это на правильное использование, потому что буквально через три месяца после этого делаем золотого тельца. И эти слова Мушара Бейну с упоминанием этого места, это не само по себе место, а своего рода увещевание, напоминание о наших проступках как еврейского народа, когда Всевышний водил нас по египетской пустыне. Но есть и совершенно другая перспектива на то, почему Маше упоминает это место и напоминает нам о золотом тельце, а точнее напоминает не нам, а напоминает Всевышнему. В Вавилонском Талмуде приводится совершенно другое объяснение. Говорится, что это как своего рода обращение ко Всевышнему. Ну представь себе, если ты возьмешь сына царя, человека, который воспитывался в царском доме, и царь его умоет, оденет, дадет ему красивую одежду, машину, квартиру, кучу денег, посадит его на лавочки между домом разврата и скажет ему, хорошо себе веди и глупости не делай. Как он может удержаться? Говорит, Вавилонский Талмуд тоже самый Всевышний. Он нас, накидал на нас просто огромное количество богатства, что мы уже начали кричать, хватит, хватит, как той золотой антилопе, а потом что же нас хочет? Конечно, когда у нас избыток богатства, мы куда-то его используем, так получился золотой телец. Другими словами, то, что хочет сказать Маше с точки зрения Вавилонского Талмуда, это не увещевание еврейского народа, а своего рода обвинение, не то чтобы обвинение, но говорит Всевышний, ты сам виноват, дал столько богатства еврейскому народу. И на самом деле из этого момента мы учим один из важнейших принципов иудаизма, который звучит как лимуд сход, учить заслугу. Нет, не просто положительно смотреть на любую ситуацию, находить что-то хорошее в другом человеке, нет. Даже тогда, когда есть проступки, даже тогда, когда негативные черты, они очевидны, находить объяснение, выучивать, выуживать объяснение, почему это тоже хорошо. В этом заключается работа Равина, Муше, Рабейну, отсюда и пошло слово Равин. И величайший Равин более поздних поколений, в котором не было большего защитника еврейского народа, как Рабелевиц, как из Бердичева. О нем есть потрясающий пример, из которого мы можем выучить, что по-настоящему, как по-настоящему учить хорошее о других людях, даже в самых негативных ситуациях. Рассказывает Рабелевиц, как из Бердичева, что как-то он приходит в шаббат в синагогу, и увидит еврей, подъезжает на своей машине, выходит плечом, придерживает телефон и громко разговаривает, руками подкуривает сигарету. Рабелевиц, как из Бердичева, подходит, говорит, дорогой еврей, вы что, не знаете, что сегодня суббота? Он говорит, Рабелеви, конечно, я знаю. Он говорит, дорогой еврей, вы не знаете, что в субботу нельзя ездить на машине? Он говорит, Рабелеви, ну, конечно же, я знаю. А вы не знаете, что в субботу нельзя пользоваться телефоном? Он говорит, Рабелеви, ну, за кого вы меня держите? Конечно, я знаю. Может быть, вы не знаете, что в субботу запрещено пользоваться огнем и курить? Рабелеви, конечно, я знаю. Может, вы забыли, что сегодня суббота? спрашивает у него Рэбе. Он говорит, Рэбе, я все это знаю, что вы от меня хотите. Рабелевский Гизбердичев обращает глаза к небу и говорит, Ребой нашел он, владыка вселенной, посмотри, какие праведные у тебя евреи. У него все варианты соврать, а он хочет говорить чистую правду. Это работа Мушарабейна. Он напоминает нам о золотом тельце не для того, чтобы напомнить нам от наших проступков, а для того, чтобы перед Всевышним в очередной раз выгородить еврейский народ. Это работа Равина, любого Равина, который является продолжателем дела Мушарабейна. Ну а самое главное, дамы и господа, Мушарабейна находится в каждом из нас, поэтому каждый из нас он Равин. И дай Бог нам научиться, как Мушарабейну, в самой негативной ситуации, не просто смотреть на полную сторону стакана и думать о хорошем, а научиться даже в самом негативном учить хорошее, находить хорошее, выявлять хорошее в своих ближних. Успехов, до встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok